Республиканский семинар по пытаниях реализации державной молодежной политики это 350-й денег в этих регионах Беларуси, кирилленьки структурных подразделений у ваконавших комитетов, идеологичные работники, простонки громадских организаций, журналисты. Причем кожная область приехала не только для того, как познаемца с опытом инжен, а и представить свои лепшие на працовке. Такий формат обраны не вопадково. Это рабочая нарада, якая моя на увазе распространение лепшего опыта реализации молодежной политики. И еще одна задача – проанализовать эффективность выконания доручению президента, выказанных по часу работы 5-го Всебелорусского схода, с устречеством творчей молодежью, а так само пропанов, яке прогучали на почнем съезде БРСМ. Когда проходил съезд нашего молодежной организации БРСМ, были предложения по увеличению молодежного возраста. Не 31 год, а несколько больше, потому что уже совсем другая продолжительность жизни. И, наверное, молодой человек себя чувствует уже молодым еще и в 35, и в 33, не только 31. А, возможно, еще какие-то вопросы возникнут, которые необходимо решать. Это и профессиональная ориентация наших старшеклассников, это и получение образования, и трудоустройство, предоставление первого места работы. Это работа по патриотическому воспитанию молодежи. А, в принципе, это охват всей молодежи, начиная с дошкольных учреждений, так как и была поставлена задача. Подчас работы семинара ранняя правоориентационная работа с молодью называется «Сирот приоритетов в державной политике», «Сирот огученных пропонуток самоформирования у молодых жихоров краины», «БОЖ активной житевой позиции». В связи с чем у научных установок Беларуси плануется реализовать проект «Школа активного грамадянина» под рабоя корректировки и законодавства у сферы другостной занятости неполнолетних. Утымнику проследенность студотрядов на широку предприемцев примать их не ожидают, при том, что сами бойцы держать такую форму другостной занятости вельми эффективной. Студотряды – это как занятость молодых людей на время летнее, потому что все-таки дома сидеть не очень просто, а студотряды дают возможность как заработать, так и потратить время с пользой, так и сделать что-то хорошее во благо своей страны. Вплывных корректировок потребуют и сами подходы до работы с молодью. Под час семинаров оказывается думка, за которой никто не сперчается. Необходны навыковые рекомендации з уникам айчинного и замежного опыта. Пакуль не шматлики расспросовки течет за только студентского сяродя. А про чатаго пропоновано унести коррективы в кадровую политику. Многие специалисты, которые работают с молодью, не имеют ни профильной эдукации, ни даже специальной подректовки.